Доброе утро, дорогие друзья. Пятница. Перед нами уже вот такая пуримная неделя закончилась. Несколько слов об уроках недельной главы, которые мы практически не успели изучить. Когда человек видит, что кто-то с ним поступил несправедливо, кто-то его опорочил, обидел и так далее, он начинает длиться, гневаться и так далее. И вот мысли начинают двигаться в направлении того, как я ему сейчас покажу. Расскажу короткую историю. Один из известных глав Ешива в Америке участвовал в праздновании свадьбы своего сына. Но после хупы он сказал родителям невесты, что ненадолго покинет семейное торжество и подъедет на свадьбу одного из своих близких друзей, которая была в этот же день. Несколько учеников поехали с ним. Само появление его в зале уже это большой праздник, и люди очень радовались, что он приехал. Но когда глава Ешивы подошел к отцу жениха, чтобы благословить его, ученики поразились, услышал, что тот поворачивался к нему и говорит, никто тебя не звал. Ученики ошарашены, смотрят, он еще раз подходит к нему и говорит, еще раз, тебя никто не звал. И смотрит глава Ешивы, улыбается, все в порядке, но они прямо аж думают, сейчас мы ему там... Он отвел их в сторону своих учеников и говорит, они возмущены, разве не слышали, что такое сказал. Раф ответил, послушайте меня. Я вам сейчас объясню. Сегодня утром, когда я пошел в синагогу на утреннюю молитву, я встретил там вот этого своего друга, отца жениха. И зная, что в такой день бывает много хлопот, я подошел к нему, спросил, чем я могу помочь. Он говорит, все в порядке, ничего не надо, но знаешь, у меня испортился мобильный телефон, а у другого у меня нет. Это единственное, что мне не дает покоя. Я могу, говорю, тебе дать свой, но есть одна проблема. Мне будут позвонить и позвать на другое мероприятие. Поэтому мы решили, что если позвонят, пусть он запишет номер телефона на бумаге и скажет, кто звал. И вот, когда я пришел, он мне сообщил, никто тебя не звал. То есть звонков на телефон не было. Давайте поразмыслим над случившимся. Если бы ученики не вступили в диалог с главой Ишивы, они бы решили, что отец жениха оскорбил их, учителя, они бы там агрессию какую-то проявили или что. Но этого такого не было. Ясно, что здесь как бы совсем другое. В таких ситуациях можно дать несколько советов, говорят наши мудрецы. Та сторона, которая чувствует себя обиженной, не должна утаивать обиду в сердце. Лучше попытаться обсудить все деликатно, выяснить, что произошло. И тогда, вероятно, что выяснится, что никто не хотел никого особо там обижать или просто это была какая-то там странная вспышка. Даже если действительно что-то произошло неприятное и действительно, может быть, не намеревались обидеть. Или в худшем случае намеревался, но сама попытка переговоров, она принесет какое-то перемирие. Обидчик убедится в том, что другая сторона желает мира, настоящего не хочет. Ну и так далее, много всякого. То есть нельзя таить в себе. У всех бывают, говорят мудрецы, интересно еще, у всех бывают минуты боли и печали. Люди отличаются друг от друга только глубиной переживаний. Один там свободно относится к чему-то, второй меньше. Люди отличаются способностью забывать или прощать. Некоторые всю жизнь носят в душе ненависть, обиду. И это разрушает их изнутри и делает их жизнь адом уже на земле. Что еще говорят об этом мудрецы? Написано еще интересная вещь. Нельзя жаловаться Богу на другого человека. Тому, кто сделает это, сразу небо вспоминает его собственные грехи. И он будет наказан первым. И наоборот, если человек говорит, пусть Бог простит моих обидчиков, за это он будет любим на небесах. Это кабала, я тут ничего своего не прибавил. Ну и еще одно. Не ждите времен, когда будет лучше. Прямо сейчас надо начать улыбаться. Обнять того, кто рядом. Или мысленно. И тех, кто на расстоянии. И простить тех, на кого была обида. Закрыть на минуту глаза. И открыв, начать новую жизнь заново. Иначе мы сами себе вредим. И в этом главный урок нашей недельной главы. Шаббат шалом. Всего самого лучшего. Брахавы от слаха.